здравствуйте дорогие друзья ну во первых хотелось бы сказать большое спасибо всем подписчикам которые меня поздравили с днем рождения спасибо за подарки за все ваши благопожелания и один из подарков наверное самых таких вот примечательных которые у меня проявился в этом году это изображение Будды Майтрея это Мурти это по большому счету форма божества да и в этом году на день рождения подарили именно данного Будду в прошлый раз в прошлом году мне подарили богиню Кали и я всех своих друзей свозил в Индию в город Канчапурам где мы получили в благословении божественной матери Камакши Деви это форма богини Кали и Камакши Деви это форма богини Кали в эпостаси богини любви понимаете то есть такой знаете очень эзотеричный момент если сравнивать к примеру с богиней Кали которая проявилась в городе Варанаси то Варанаси она проявилась как богиня смерти да то есть та богиня которая сопровождает душу усопших в загробные миры а здесь когда мы съездили в город Канчапурам то мы столкнулись именно с богиней которая дает благословение на очень глубокие и очень трепетные очень чистые взаимоотношения в кругу семьи данная богиня она дает благословение на брак дает очень чистых благостных супругов очень хороших потомков детей очень хорошие глубинные взаимоотношения в плане любви вот и так далее естественно я думаю что этот элемент тоже не нужно выпускать но учитывая то что в этом году вы подарили Будду Майтрею а это естественно Тибет это Непал понимаем да то есть основные места где проявлена сила данного Будды есть еще другие страны в которых почитается данная форма одного из Будды будущих времен да и в частности даже в Японии почитается Будды Майтрея существуют определенные культы мы сегодня поговорим о этом Будде я расскажу видение которое у меня случилось с данным Буддой который вот-вот буквально день или два дня назад у меня проявился на алтаре и мы немножко обсудим именно информации которая существует в сети что можно узнать о нем что как описан данный Будда в священных писаниях буквально чуть-чуть я зачитаю чтобы у нас было общее впечатление но для начала хотелось бы все-таки подчеркнуть что периодически когда я интересовался данным вопросом о Будде Майтрее я знаю довольно давно наверное лет ну наверное 16 17 периодически я изучаю данный вопрос примечал что у большинства Будды в тибетском эзотерическом буддизме существует тайный аспект то есть не просто внешние практики связаны с Хинаяной Махаяной да а и существуют еще практики секретные так вот у каждого Будды и бодхисаттвы по большому счету есть внешний аспект который получают люди находящиеся на начальном пути своего духовного развития есть более глубинный секретный аспект учений да или же он именуется тайным и там Будды уже предстают в ином облике чаще всего на начальных этапах мы можем видеть Будду в единичном аспекте то есть это просто мужской облик или женский облик в то же самое время как в секретных практиках когда человек преуспевает к примеру спустя 10 15 20 лет преуспевает на пути духовного развития ему даются секретные техники в которых используются энергетические аспекты астрального тела это практики связаны с пробуждением энергии к удалине с раскрытием чакр с пробуждением своих каких-то божественных качеств да то есть человек склонен развиваться и на самом деле течение жизни можно добиться очень больших уровней восприятия развития и этот элемент он особенно заметен в тибетском эзотерическом буддизме то есть ты когда приходишь учиться какому-то ламе тебе дают самые простые техники которые вырабатывают в тебе характер вырабатывают силу воли целеустремленность усиливается и очищается интеллект к примеру и так далее так далее тогда то есть первые года вы вырабатываете качество необходимое для духовного развития спустя какое-то время вам дают секретные техники которые развивают вас еще быстрее но при этом мы должны быть готовыми к этой к этим техникам потому что они задействуют такие глубинные аспекты нашего восприятия я все же задавался вопросом а существует ли или будет существовать с приходом будды мэтреи учение тайны он всегда изображается сам там сидит на троне и мы сегодня поговорим о символизме его изображение слегка соприкоснемся с этой темой но мне было интересно будет ли он давать тайные секретные учения и обладает ли он вообще в принципе этими учениями и обладает ли он столь необходимой реализации да то есть существует предание относительно того что будды мэтрея когда явится на землю у него будет столь высокий уровень его духовной реализации что весь мир будет слушаться его наставлений исследовать ему учению представлять это не только тебе будет слушаться да это будет слушаться его весь мир но по сути если проводить аналогии это та же самая ипостась которая описана традиции индуизма как примеру калки аватар в исламе как магди и в учении всем христианство это как второе пришествие христа то есть это одна и та же самая личность описанная в разных произведениях и учитывая то что тибетское учение тибетский эзотерический буддизм он более такой знаете сокрытый тайный то информации о матери конечно не так-то уже много и вот мне было интересно будут ли учения связанные с май 3 и поскольку править государством будда в принципе способен но ему придется погружаться в материальной энергии правильно и вот проявится ли это его сторона то есть мне было интересно существует ли такие вот сакральные знания связанные с самим буддой существует ли у него форма просветления или уровень просветления на уровне и объем когда существует особая тантрическая форма божества или богини которая является его супругой проявлен ли он в духовном мире как божество существует ли у него свой духовный мир своя духовная мандала и так далее но для начала я немножко зачитаю чтобы у нас было немного представления и далее уже расскажу свои видения и так также будды шаке муни поручил май 3 и прийти на землю в качестве своего преемника по истечении пяти тысячелетий после его смерти май 3 я грядущий учитель человечества дает новое учение является выразителем учения будды считается что новая эпоха на земле принесет возрождение женщины поэтому эпоха май 3 также называется эпохой матери мира само имя май 3 одно одно из его переводов я в одном из роликов об этом уже говорил переводится как три матери да то есть он будет обладать энергией сразу трех матерей скорее всего здесь упоминается энергия трех богинь и три богини основные это сарасвати это лакшми и богини кали то есть такова его будет совершенная сила и в этом же также можно увидеть проявление по сути аватара потому что аватар на райны когда является на землю он обладает энергией сразу всех трех божеств или знанием или силой всех трех божеств и энергии сразу трех богинь то есть лакшми и сарасвати и богини кали одно из ранних упоминаний имени май 3 имеется май 3 в якороне пророчество о май 3 утверждающие что боги люди и другие существа будут поклоняться май 3 утратят сомнение и потому привязанности стякнут свободное от всяческой нищеты не смогут пересечь океан становления интересный момент смотрите когда придет будда на земле не будет нищих то есть пропадут все качества страданий связанных с бедностью все люди будут находиться в состоянии полноты материальной жизни и по учению матрей они будут вести святую жизнь то есть такая духовная сила будет у будды матрея что его будут по сути все слушаться все будут идти за ним и будут вести только благочестивый образ жизни никогда более не будут расценивать что-либо как принадлежащие им ничего не будет им принадлежать не золото не серебро не дом не близкие даже но будут вести они свою целомудренную жизнь под водительством май 3 этот элемент на самом деле описан во многих священных писаниях это качество которое присуще только мудрецам чаще всего мы говорим у меня есть дом не есть машина мне есть друзья мне есть близкие и так далее так далее но священных писаниях говорится что у души нет ничего все принадлежит богу тот кто говорит что у меня есть что-то он является вором поэтому мудрецы когда высказывают свою позицию или оговаривают свою позицию они чаще всего горит у меня ничего нету все что у меня есть это принадлежит она принадлежит богу высшим духовным сферам высшим божеством так далее я всего лишь временно этим пользуюсь но именно такова позиция мудрецов далее но будут вести они святую целомудренную жизнь под водительством май 3 они разорвут сеть страстей они смогут входить священный транс то есть уровень медитативного погружения будет столь велик что по сути можно сказать что вся планета будет обладать качествами глубочайшей медитации и уровнем самадхи им будет принадлежать изобилие радости и счастья за праведную жизнь их имеется ввиду радость и счастье то есть данная практика не будет на выполняться в состоянии аскезы мы я думаю прекрасно понимаем что для того чтобы добиться духовного развития к примеру традиции христианства это нам больше всего понятно да человек становится монахом и дальше он уже посвящает свою духовную практику очень большому количеству аскез это понятно это и лишение всевозможное связаны с едой с ограничение во сне ограничение в условиях жизни и постоянное истязание над телом и так далее так далее но учение будды матрии будет таково что человек не будет себя истязать он будет находиться в комфортных условиях своей человеческой жизни но при этом будет очень хорошо развиваться и весьма мощно прогрессировать это будет говорить о том что уровень знаний которые принесет будды майтрия они будут настолько совершенны что человек невзирая на его материальное или социальное положение он сможет развиваться и совершенствоваться независимо от своего статуса то есть не надо будет уходить к скид какой-то в сибирь уезжать да мы сможем заниматься развиваться прямо в этом мире в этой жизни и нам ничего не будет мешать явление майтрии совпадет со становлением новой школы превосходящее учение будды гаутамы предсказано что майтрия достигнет просветления за 7 дней это минимальный срок на просветление благодаря подготовке в традиции духовных практик течение многих предыдущих жизней приход майтрии характеризуется следующим природным явлением океаны уменьшится в размерах то есть понизится уровень воды чтобы майтрия мог их без труда пересекать кроме того людям откроется истинная дхарма чтобы можно было создать новый мир давайте не будем сейчас вступать в полемику относительно уменьшение океанов и так далее знаете как бы предположение с точки зрения материальных каких-то аспектов это совсем иной здесь подразумевается что океан это особые скажем так учение и данные учения чаще всего они связаны с практиками духовного развития да то есть это религиозные традиции что значит уменьшится океаны уменьшится океан это значит влияние духовных традиций будет низведено на нет что собственно сейчас и происходит влияние христианство и собственное влияние к примеру буддизма и ислама она низведена да и собственно даже индуизма но низведено настолько что люди просто живут своей материальной жизнью и лишь наверное какой-то минимальный процент не знаю 5-7 процентов человечества она посвящена именно духовной практики духовной традиции все остальные живут как хотят где хотят и существуют из исходя своих внутренних взглядов и приоритетов кроме того людям откроется истинная дхарма чтобы можно было создать новый мир а новый мир новое существование человечества новые принципы существования это то о чем говорится в предсказании то жизнь экономический социальный строй они будут полностью трансформированы среди явлений должных предвещать появление второго будды перечисляются также прекращение смерти войн голода болезни вход в новое общество терпимости и любви и далее в иконографии мать 3 изображают в нескольких формах часто она сидит на возвышении похожим на стул кресла иногда его изображают на белом коне порой его представляют сидящим традиционные позе будды с перекрещенными ногами либо в лолитас они поза когда одна нога свешивается опираясь иногда на маленький лотос а другая лежит как бы в обычном положении будды на самом деле здесь еще очень важная подсказка существует часто он сидит на возвышении похожим на кресло или же стул также очень часто его изображают сидящим на троне но само по себе кресло или стул традиции тибетского эзотерического буддизма она не используется существует трон и на троне все чаще всего восседают божества а вот стул и лишь какая-то табуретка это подсказка относительно проявление самого будды май 3 скорее всего он проявится в странах где доминирует положение человека сидящим на стуле помнится когда приезжали наши экспедиции в страны востока чаще всего они привозили свои стулья и в индии примеру и в японии в китае многие удивлялись почему русские обладающие большими бородами к примеру не умеют сидеть на полу потому что наши ноги не были не были приспособлены к тому и для нас положение на стуле она более естественно правильно это же относится и ко всем европейцам я только для примера это упоминаю я думаю что подобные есть истории и связанные с англичанами и немцами теми же самым да когда они путешествовали скандинавами к примеру здесь на самом деле подсказка что вполне вероятно данный будда данное проявление божественной сакральной сущности явится именно в западных странах не с востока он явится и вероятность того что он может явиться с востока или прийти с запада упоминается даже о если не ошибаюсь американских шаманов и они говорят что если он явится если он придет с запада то он принесет войну да то есть он принесет смерть если он явится с востока он принесет благо и спасение матрия убран в украшение если на его голове корона то она венчается небольшой ступой чайте я чертен сооружение символизирующие вселенную в буддизме также ступа на самом деле является символом преданности да то есть уровень его преданности и его служение духовным традициям будет столь велик что это даже проявится в его облике и в его скажем так духовном проявлении также хотелось бы сказать еще немножко добавлю к предыдущему своему утверждению что когда будда-майтрея сидит на стуле или же на троне его ноги свешены это также указывает на то что он спешит да то есть в таком положении находится человек готовый сделать шаг или пройти куда-то да то есть чаще всего подобное положение в тибетском и эзотерическом буддизме считается указанием на то что будда-майтрея он будет торопиться помочь людям помочь планете и это будет будда который будет делать все очень быстро его тело золотисто-желтого цвета он носит монашескую одежду на самом деле символ охры или символ оранжевого цвета которые есть практически у всех святых это не символ монашества знаете на самом деле это символ совершенного контроля когда человек находясь в материальном мире совершая какую-то деятельность он не попадает под закон кармы он контролирует все свои эмоции все свои чувства он нигде не остановлен не оставляет даже капельки своей энергии и он безупречен во всех своих поступках именно этот смысл вкладывается в то что он будет совершенным в традиции монашества руки сложены в дхарма чакра мудри жест изложения буддийского закона то есть он продолжит проповедовать духовное учение встречается форма май 3 с тремя лицами с четырьмя руками одна из его левых рук держит цветок на кешвара шафран положение одной из правых рук варада мудра жест дарующего блага то есть жест благословения и защиты две других руки сложены на груди дхарма чакра мудри или же в иных положениях это говорит о том что если будда проявляется своих разных формах это говорит о том что он будет проявлять разные способности разом разные свои качества но еще раз хочу сказать что в моем случае мне было интересно проявит ли будды май 3 тайные секретные учения если у него форма ябью то есть я хотел знать и существует ли у него реализация на уровне божества и существует ли у него просветление на уровне энергии да то есть чаще всего будда это форма просветления на уровне ума но во многих писаниях тибетском эзотерическом буддизме описывается пять уровней просветления но в некоторых три уровня просветления ну и так далее то есть мы не будем даваться это очень глубоко и не для нас нас интересует первый уровень просветления на уровне ума просветление на уровне энергии это второй и мне было интересно существуют ли у него, допустим, вот эти вот уровни. И в своём видении, когда, кстати, вот мне подарили данного Будду, у меня было видение в медитации, и я увидел данное божество, но я увидел его очень необычным образом. Я увидел его воплощённым среди людей. Я увидел очень большое количество людей, рождённых на планете. И я увидел одно из физических мужских тел, в котором родился сам Будда Майтрея. Чем он отличался? Он отличался очень большим количеством света. Он сиял, ну, как лампочка или как солнце, находясь среди людей. В то же самое время основная масса человеческого населения была довольно тёмная. И вот он, находясь среди этой тёмной массы, он сиял подобно солнцу. Свет, который я видел, я всегда почему-то вижу именно ярко-голубой сияющий свет в божествах. И такой же свет можно видеть в детях Индиго. И в то же самое время в детях Индиго этого света намного меньше, но тем не менее он присутствует. То есть они обладают каким-то уровнем просветления. Когда я его увидел, я понял, что Вселенная мне показывает момент, когда будет проявлен этот Будда. Времени, я уже говорил, я не могу сказать, потому что я не понимаю вообще, как можно видеть время во Вселенной. Его, по сути, не существует. Это, знаете, как непрерывный поток энергии, а время – это всего лишь мысль, которая характеризует определённую точку фиксации ума. Ну, не более. То есть на чём зацепиться в данном случае, я вот не могу сказать. Но в то же самое время, когда я наблюдал за этим Буддой, я увидел в другой части мира, да? Ну, не совсем уже в другой части мира. Это было не совсем близко, но и недалеко. Не так-то уже далеко. Я увидел второе такое же сияние, но оно было несколько меньше. Оно было в два раза менее ярким. Но оно было столь же мощным в своём сиянии. И я увидел, как это сияние начало своё движение в направлении Будды Майтрея. И развернувшись, я начал всматриваться в это второе сияние, и я увидел, что это женщина. И она двигалась к Будде, поскольку она, эта женщина, обладала такими же самыми качествами, как и сам Будда. Но обладала в меньшей степени сильной реализацией. Но в то же самое время она обладала большим количеством энергии. И приблизившись к нему, она села на него в положении Яб-Юм. То есть они соединились в таком интимном соите, когда мужские и женские начала объединяются. Данное изображение... Я, кстати, не буду выкладывать данное изображение, поскольку они противоречат политике Ютуба, и ролик может быть забанен. Но если вам интересно, вы можете зайти и сделать запрос. Допустим, в одном из поисковиков написать Яб-Юм. И вы увидите большое количество изображений Будды и Самантабхадри, и Амитаюса, и Амитабхи в позе Яб-Юм. И когда эта женщина вышла из большого количества людей, она воссела на Будду Майтрею, и они соединились. Я понял, что такая форма действительно существует у Будды Майтреи. И он еще и показал ее мне. То есть он дал понять, что он обладает полнотой реализации, полнотой просветления. Дальше следующее видение, которое у меня было, я увидел очень большую янтру, точнее, извините, в Тибете это называется мандала. Но по большому счету разница там небольшая, и то и то является отображением определенной вселенной, духовной вселенной. И вот я увидел огромную мандалу, размером она была, наверное, ну в длину, как футбольное поле, может быть даже дальше. И такой же она была в ширину, то есть это очень большое пространство. И я обратил внимание, что эта мандала, она проявлена на земле, и она является олицетворением объединения и мужского и женского начала в самом Будде Майтрея. И эта мандала являлась отражением внутреннего состояния Будды Майтрея, это раз. И эта мандала являлась проявлением духовного мира, в котором пребывает Будды Майтрея. То есть он, придя на землю вместе со своей супругой, тайной супругой, как я понимаю, поскольку знаний об этой женщине нет никаких, соответственно, данное проявление будет тайным. То есть у него будет жена, у него будет, скорее всего, даже семья, поскольку он будет еще и мирским правителем. То есть ему придется управлять государствами, и данная его ипостась будет в таком, знаете, как бы скрытом виде. И вот когда я смотрел на эту очень-очень красивую мандалу, довольно большую, знаете, я даже чувствовал вот это вот проявление определенного мира, но на земле. Давайте я немножко объясню, что такое мандала. Мандала – это изображение определенного духовного мира, но проявленное в нашем мире с определенной целью. То есть, по сути, мандала является отражением внутреннего духовного пространства того или иного Будды, или богини, или божества, если это традиция индуизма. Мандала и янтра, они, по сути, несут в себе одинаковое значение. Для чего создается мандала? К примеру, мандала, созданная на земле, она несет функции точно такие же, какие несет духовный мир на небесах. То есть, мандала, находящаяся, к примеру, в какой-то части определенного города, она может усмирять духов, которые живут в этом городе, позволять духовным существам развиваться в этом городе, изгонять нечистых демонов из этого города, способствовать процветанию данного города. То есть, даже независимо от того, знают люди или не знают, и мандала, и янтра, она обладает вот таким вот свойством. Единственное, что эту мантру нельзя осквернить. То есть, нельзя, чтобы люди как-то к ней очень плохо относились, иначе она, получая осквернение, она может утратить свои свойства. То есть, Господь заберет свои благословения. И вот, я, наблюдая за этой мандалой, обратил внимание, что по диагонали половина этой мандалы была покрытым таким тонким налетом снега. А другая часть этой мандалы была в открытом состоянии, и она была более теплой, и ее согревало солнце. А другая часть мандалы находилась в замерзшем состоянии. И здесь мне стало ясно, что Будда Майтрея, ну, по крайней мере, я чувствовал это, он родится в северной стране, которая будет покрыта снегом. К примеру, это Тибет, да? Тибет, или, может быть, какая-то горная часть Индии, например. А сама его супруга родится в южной стране, в которой будет доминировать солнце. И впоследствии они уже объединятся. И это будет такой, знаете, как бы симбиоз, но уже на земле, да? То есть, мандала будет в полном состоянии, в собранном состоянии. И именно это понимание я увидел, когда увидел саму мандалу, да? То есть, мне стало ясно, где родится приблизительно Будда Майтрея, и где родится его вторая половина, его шакти, его божественная энергия, божественное проявление. То есть, она родится в солнечной стране, где будет очень много солнца, и не будет снега, не будет снегов. Таким образом, состоится проявление еще и духовного мира Будды Майтрея. Проявится не только его учение, проявится еще его скрытое учение, его тайное учение, проявятся его совершенные энергии. И, скорее всего, благодаря этой мандале он даже сможет как-то изменить судьбу полностью нашей планеты. То есть, он превратит, скорее всего, нашу планету в духовный мир. Такова его духовная сила. То есть, это Будда, который реально обладает необыкновенной духовной силой. Уверен, на сегодня, дорогие друзья, информации для нас достаточно. Еще раз спасибо за поздравления с днем рождения. Спасибо за поздравления на Новый год. Всех люблю, всех обнимаю. До новых встреч, до новых знаний.